История о чиновничьем безразличии. Житель Днепра Дмитрий Козюлин, инвалид детства, несколько месяцев ждал специальных средств, необходимых для поддержания и без того хрупкого здоровья. Но ни специального корсета, ни инвалидной коляски так и не дождался. Хотя все документы на их получение подал еще в прошлом году. Или на Миндалюк о том, как убивает бюрократия. В прошлом году Дмитрия Козюлина поставили на очередь на повторную трансплантацию почки. Та, которую пересадили еще в 2001 году, уже не работает. Последние два года парень под постоянным присмотром врачей. Из-за плохих анализов проходит процедуру очистки крови три раза в день. С августа 2016 года он получает лечение программным гемодиализом. Вначале это был двухразовый диализ. Сейчас это трехразовый диализ. В связи с ухудшением функции трансплантата он взят повторно в программу для лечения гемодиализом. Гемодиализ дает парню шанс на жизнь, но и наносит вред здоровью. Медпрепараты, очищающие кровь от токсинов, вымывают из организма кальций. В результате разрушаются кости. Передвигаться Дмитрию тяжело. Болит все тело. Больно даже дышать. Тяжело дышать. В спине, позвоночнике сильные боли. В грудной клетке боли. В шее тоже болит. Поясница. Еще в прошлом году отец Дмитрия, Сергей, обратился в социальную службу за помощью. Парень нуждается в специальных средствах, начиная от матраса и до инвалидной коляски. Предметы, которые ему нужны. Коляска, воротник шанса, корсет, прикроватный столик, прикроватный туалет, сидение для ванны. Я принес этот документ в социальную службу и мы оформили договора на всех поставщиков, которые должны это сделать. И все, этим закончилось. А вчера пришел, говорю, ну уже прошло 8 месяцев, мне говорят, те договора не годятся. В съемочной группе подробности в управлении труда и социальной защиты населения индустриального района, куда обратился Сергей, объясняет. Министерство соцполитики в марте утвердило новый порядок получения помощи. И выдумлять об этом каждого из 2000 человек, подавших документы на получение помощи, не могут. Теперь, чтобы получить обещанные несколько месяцев назад спецсредства для сына, Сергей должен заново оформить все договоры с заводами и производителями по новым направлениям. В присутствии съемочной группы мужчине выдали необходимые документы. Все сделано ему, направлено, уже подписано, все я ему выдаю. Далее вот такие кореньки выдаю. Понимаете? Батькова. Батькова он отправляет на предприятие. И дальше ждет телефонного звонка. Такая самая система. Мужчине снова придется начать все заново, чтобы получить спецсредства для сына. Чиновники заявляют, в их обязанности это не входит. Сколько еще ждать после заключения новых договоров, неизвестно. Тем временем Дмитрию становится хуже. Без специального корсета, который ждут уже второй год, у парня деформировалась грудная клетка. Развивается сколиоз. В нем будет проще это немного передвигаться. Он как бы основание для позвоночника. Без корсета сколиоз будет прогрессировать. Но не меньше, чем о поддерживающем поясе Дмитрий мечтает об инвалидной коляске. Без нее парень будет заточен в четырех стенах больничной палаты, из которой не выходит уже два года. Елена Мадрюк, Евгений Годенцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.